Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Создан Совет органов ТОСК Краснодарского края. В него вступили общественники 42 муниципалитетов, в том числе и Сочи. Мусор, склад и сухая трава. Как работают арендаторы на самой длинной набережной Сочи, проверил глава курорта. Беспилотник для поиска людей и система безопасности для атомной станции. Это и многое другое разработают участники программы «Большие вызовы». Помоги природе, посмотри внимательно на свой мусор. В центре Сочи пройдет акция по сбору вторсырья. Дмитрий Медведев обсудил с регионами реализацию нацпроектов. Сегодня глава Кабмина провел заседание Президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Совещание прошло в режиме видеоконференции с участием глав всех субъектов, в том числе и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Премьер-министр отметил, что уже можно подвести некоторые промежуточные итоги реализации майского указа в регионах. Все ключевые административные решения приняты и средства в значительной мере доведены до территории. На середину третьей декады, по состоянию, на конец июня, в целом по стране кассовое исполнение приблизило где-то к одной трети. Где-то ситуация, как обычно, лучше, где-то она похуже. В целом, традиционный для начала года период медленной раскачки, он все-таки в этом году проходил быстрее. Регионы работают достаточно активно. Тем не менее, обращая внимание всех руководителей, летом уже идет самый пик строительного сезона, и все инструменты для эффективной работы у вас есть. Двигаться можно и нужно быстрее. В свою очередь, Кубань реализует более 40 региональных проектов. В этом году сумма финансирования составляет 24 миллиарда рублей. Из федерального и краевого бюджетов. И за последний месяц в крае вдвое увеличили уровень освоения средств до 20%. Без формального подхода прокуратура Кубани порекомендовала чиновникам, надзорным органам и силовым структурам улучшить работу с обращениями граждан. Этот вопрос сегодня стал главным на заседании коллегии краевой прокуратуры, которую провел Сергей Табельский. Участие в совещании также приняли губернатор региона и председатель законодательного собрания. Несмотря на прилагаемые усилия, нередки случаи, когда на официальные жалобы люди получают отписки. Нарушаются установленные законом сроки рассмотрения. Обращения не всегда даются письменные ответы. На них распространена практика направления граждан формальных отписок. По постановлениям прокуроров за такие нарушения только к административной ответственности было привлечено 677 должностных лиц. Не просто дать ему ответ и снять с контроля это обращение, что ответили, а насколько мы на самом деле смогли помочь обратившимся. Вот это должен быть показатель, а не вот эта отчетность, что у нас в процентном соотношении практически 90%, 95% мы отвечаем. Это же всего лишь бумага на бумагу. Но если мы отвечаем бумагой, то там крик порой, крик о помощи. Поэтому, коллеги, призываю не просто ответить, а ответить действенно, так, чтобы обратившийся получил утворение, либо решение проблемы, с которой он обратился. Вот что сегодня важно. Решение проблемы. Вениамин Кондратьев также потребовал наладить в краевой администрации обратную связь с людьми, которые направляют туда свои обращения. Те вопросы, которые чаще всего задают люди, должны становиться темами профильных совещаний. Частные инвестиции и ежегодная замена труб. На совещании у губернатора обсудили развитие жилищно-коммунальной сферы региона. Одним из основных вопросов стала подготовка к отопительному сезону. В нынешнем году модернизируют десятки котельных. Кроме этого, во всех районах обязаны получить паспорта готовности. Продолжат тему наши краснодарские коллеги. 3320 километров тепловых сетей, 2801 котельная. Теплоснабжающий комплекс Кубани вышел на старт в подготовке к отопительному сезону. И не важно, что на улице плюс 30. Если говорить откровенно, состояние сетей неоптимальное. Теплотрассы в регионе в среднем изношены на 67%. Поэтому, чтобы не латать дыры в холодное время, о подготовке к зиме говорили уже сегодня на совещании у губернатора. В крае начинается работа по подготовке к отопительному сезону. К 1 октября все источники тепла муниципалитетов должны быть исправны. И паспорта готовности получены. Мы сегодня говорим, говорим, изо дня в день говорим. Понятно, что мы готовим сани летом. Но в прошлом году без паспортов готовности остались также, в принципе, одни и те же, наверное, районы, которые из года в год себе позволяют почему-то оставаться без паспортов готовности. Но вопрос же не в паспортах готовности, а на самом деле в качестве подготовки к отопительному сезону. Мы уже не по паспорту, как в народе говорят, а по лицу. Так вот здесь нам надо лицо сохранить. Перед жителями края лицо сохранить. За качество тепла, которое мы поставляем в квартиры и в дома. Вот что мы сегодня должны сделать. По распоряжению губернатора в Краснодарском крае ежегодно обновляют по 5% теплосетей. Кроме этого, в текущем году модернизируют 45 котельных. Причем за бюджетные деньги всего 13. Остальные объекты – это частные инвестиции. Без привлечения казенного финансирования заменят и больше километра основной теплотрассы Краснодарской ТЭЦ. К ней подключен исторический центр Кубанской столицы. Модернизации этот участок не видел с 1956 года. Государственное частное партнерство. Именно в этом направлении должно развиваться жилищно-коммунальное хозяйство региона, уверен Вениамин Кондратьев. Подобный формат поможет обеспечить эффективное управление инфраструктурой ЖКХ. Теплоснабжение, несмотря на то, что это направление не входит в список нацпроектов, демонстрирует в край положительные результаты такого подхода. У нас было 62% сетей в части ветхости. Сегодня мы не только его остановили, мы его начали сокращать. У нас уже 58%. И на снижение мы идем. Поэтому динамика у нас очень положительная. И с учетом того, что если еще два года мы будем таким темпом продолжать, мы в принципе те поручения, которые у нас существуют, мы их ликвидируем. Но не все отрасли так одинаково привлекательны для инвесторов. Например, на модернизацию сетей водоснабжения в текущем году в регионе не заключили ни одного консессионного соглашения. И проблема здесь не только в масштабах износа коммунальных систем, но и в бюрократических проволочках. Сейчас инвесторам необходимо заключать соглашение с каждым отдельным поселением. А если трубы, например, тянутся сразу через несколько станиц, несложно представить, что бумажная волокита может затянуться на месяцы. Сегодня инвестор не хочет возиться с поселениями. Там везде свой глава поселения. Представляете, сколько у нас поселений, возьмем даже средний район края. Проще, конечно, с одним районом заключить соглашение и все, и тему закроем. Вот, Алексей Сергеевич, я поручение вам даю. Давайте подготовьте проект закона о том, чтобы передать полномочия с поселений на район. И тогда инвестору будет проще уже заходить со своими инвестициями и заниматься организацией водоснабжения в целом в районе. За последние три года в Краснодарском крае увеличили протяженность водопроводных сетей более чем на 2000 километров. Именно эффективность работы – главная задача системы ЖКХ региона. Тем более, что по всей стране с сегодняшнего дня повышаются тарифы на оплату коммунальных услуг. Вызвано это ростом цен на топливо и инфляции. Однако никаких произвольных расчетов, что называется, под шумок быть не может. Любое повышение должно быть обоснованным, обратил внимание Вениамин Кондратьев. В августе жители края получат квитанции с увеличенными платежами. В среднем, еще раз подчеркиваю, на 2,6%. Вот первое, что мы должны сделать за этот месяц, это вести разъяснительную работу с населением. А второе, для любого человека принципиально важна обоснованность платежа и качество, еще раз подчеркиваю, качество выполняемых услуг. Неважно, со стороны это энергоснабжающие организации, водоснабжающие организации, теплоснабжающие организации, мусороуборочные компании. Если уже люди платят за воду, тогда вода должна быть. Если они платят за электричество, то должно быть стабильным, а не с перебоями, с мерцающими лампочками и потом поломанными электроприборами. Еще и квитанция придет за эти услуги, где тариф в среднем на 2,6% подымется. Здесь Кривой департамент цен, здесь я прошу максимально взять под контроль тариф образования и ГОЖИ, тоже подключайтесь, максимально контролируйте обоснованность сегодня тарифов, которые будут, естественно, приходить в платеж к жителям края и качество оказания услуг. Первоочередная задача сейчас для жилищно-коммунальной сферы края – получить паспорта готовности к отопительному сезону во всех районах. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Вадим Волков, Кубань-24, Краснодар. На общей краевой планерке также обсудили меры поддержки для сельхозпроизводителей. В частности, речь зашла о ярмарках и рынках, где фермеры реализовывают свою продукцию. Таких в крае более тысячи. Так, в период созревания овощей и фруктов на 20% увеличивается количество придорожных ярмарок. В них специально предусмотрены социальные ряды для тех аграриев, которые выращивают свою продукцию на своих огородах. Особой популярностью среди жителей Кубани пользуются ярмарки выходного дня. Они созданы во всех районах края, кроме Обширонского, Крыловского и Каневского районов. Губернатор обратился к главам и попросил внимательно отнестись к этому вопросу. Ведь на рынках часто торгуют перекупщики, когда фермерские ярмарки созданы исключительно для сельхозпроизводителей. Любая ярмарка выходного дня – это альтернатива любому рынку. Потому что в этом случае пойдут не на рынок, а пойдут на эту ярмарку выходного дня. Поэтому главы где-то их просто в убор не видят, эти ярмарки. Только потому, что они, конечно, это конкуренция с традиционными этими нашими рынками. Либо павильонами вот этими, которых очень много. Мы за то, чтобы сегодня была возможность сезонной продажи у наших селян. Я понимаю, что должен быть порядок. Продукция должна продаваться в специально отведенных местах. Тогда давайте специально отведенные места им сделаем. Не нужно их загонять своим пучком, либо с ведерком каких-то фруктов в большой торговый комплекс. Там экономики никакой нет у этого фермера, либо просто у селянина. В крае развиваются и другие формы реализации сельхозпродукции. Например, фермерские дворики. Такие торговые точки были созданы по поручению Вениамина Кондратьева. Еще год назад они функционировали только в Краснодаре, Новороссийске и Денском районе. А сегодня их уже около 70 в 24 муниципалитетах края. Как отметил губернатор, благодаря такой концепции у жителей Кубани появилась возможность покупать продукцию гарантированно кубанских производителей и по приемлемым ценам. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 3 июля в Сочи переменная облачность, температура воздуха ночью плюс 22, плюс 24, днем 25-27 градусов выше нуля, температура морской воды плюс 23. На Кубани создали ассоциацию Совет органов ТОС Краснодарского края. Новую организацию презентовали в Абинске на 8-м форуме территориального общественного самоуправления. Участие в мероприятии приняли общественники из 42-х муниципальных образований Краснодарского края, в том числе и города Сочи. Мы вместе, мы рядом, мы сила. Под таким девизом в Абинском районе прошел форум ТОС на тематических площадках. Для общественников прошли мастер-классы, где единомышленники обсудили реализацию сразу нескольких проектов. Президентские гранты, добрые соседи, территория безопасности, экологическая культура, ТОС, образование юридического лица, путь к самостоятельности. Затем прошла и презентация Ассоциации Совет органов ТОС Краснодарского края. Идея ее создания родилась именно на одном из таких форумов, где люди с активной гражданской позицией обмениваются опытом работы, доказывая свою эффективность. Ассоциация – это краевая площадка, где будет аккумулироваться лучший опыт ТОС, будут разрабатываться рекомендации, мы будем проводить круглые столы, мы создадим интернет-портал. Мы хотим, чтобы все ТОСы, все начинания, которые уже есть в Краснодарском крае, были объединены. Все лучшее мы выбирали и пропагандировали этот опыт. Город Сочи на краевом форуме ТОС представляли сразу несколько микрорайонов, в том числе ТОС микрорайона Светлана, который уже состоит в Общероссийской ассоциации ТОСов. А сейчас планирует присоединиться и к краевой. Она, ко всему прочему, позволяет участвовать в программе президентских грантов. В случае побед ТОС может выиграть до миллиона рублей на благоустройство своей территории. По опыту наших коллег края мы обязательно примем участие в получении этих грантов на наши микрорайоны. Я считаю, что в ассоциацию надо вступать, потому что ассоциация – это наше будущее. В ассоциации мы можем получить ту консультацию, обозначить наши проблемы, которые будут донесены до администрации Краснодарского края. Цель краевого форума – не только показать работу ТОС, но и пригласить население к активному диалогу. Здесь же работала дискуссионная площадка, где жители могли высказать свое мнение по тому или иному вопросу. Своеобразная общественная экспертиза решений, принимаемых в районе. Участники форума обсудили актуальные вопросы, в том числе в сфере социально-экономического развития поселений, обменялись опытом социальных и гражданских инициатив. Форум называется «Мы вместе, мы рядом, мы сила». Общественники не только демонстрируют свои успехи и достижения, но и ищут пути решения возникающих проблем. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Олимпийский парк – одна из визитных арточек Сочи, так что все проблемы, которые там возникают, видит большинство гостей из разных уголков России и из-за рубежа. Так что к этой территории пристальное внимание властей. Накануне инспекцию провел глава города Анатолий Пахомов. Какие проблемы оказались на виду, знает Инга Габешия. Прибрежная часть Эмеретинской низменности – передовой фронт работ для сочинских коммунальщиков. Но важны не только чистота и порядок. Есть к чему присмотреться и местным арендаторам. Весь этот участок ваш, который, он, во-первых, весь высох, то есть без всякого ухода. Во-вторых, вот эти киоски, которые набросаны, они даже эти киоски поразобранные, поразбалившиеся. Заброшенные объекты торговли. Строительный мусор свален рядом с тротуаром, неухоженные дорожки и автобусные остановки. Это лишь то немногое, что сразу бросается в глаза. А эта территория принадлежит горному курорту Роза Хутор. Там, где должен был быть лишь бесплатный туалет, за забором разрослась целая хозяйственная зона, где живут и питаются сотрудники пляжа. Складируется различное снаряжение и оборудование. И порядок там, судя по всему, не наводили давно. Нарушены все требования, как санитарные, то есть полная антисанитария, так и пожарные, и мер безопасности, конечно, не годится. Для Роза Хутор, которая сегодня, скажем, имеет огромные возможности на территории города Сочи, огромные у них финансовые возможности и в таком состоянии содержать. Жаркое лето нанесло серьезный урон и эмеретинским газонам. Высовшую траву уже не назовешь зеленым украшением этой территории. Не спасает даже регулярный полип. Ежедневно будем осуществлять контроль, проверять уровень воды в почве, насыщенность, гигроскопичность. Но в мэрии готовы не только критиковать, но и показать, как нужно наводить порядок. В Олимпийском парке силами муниципалитета планируют провести несколько субботников. Ну и добавлю, что по итогам инспекции сотрудниками мэрии были составлены около 10 протоколов, которые рассмотрят на административной комиссии. Нарушителей ждет серьезное наказание для юрлиц. Это штраф около 100 тысяч рублей. Ну и продолжаем. В Сочи перепишут детей войны. В Краснодарском крае рассматривают вопросы подготовки проекта краевого закона, который предусматривает меры социальной поддержки детям-сиротам войны. Сочинцам, которые попадают под эту категорию, необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. В Краснодарском крае ведется работа по подготовке краевого закона и органами социальной защиты ведется опрос граждан по категории дитя-сироты войны. Что это значит? Мы опрашиваем граждан, которые на момент Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 были несовершеннолетними. И в этот период они потеряли одного из родителей во время военных действий. Для этого гражданам необходимо обратиться в органы социальной защиты. Значит, составлена небольшая совсем анкета, пройти опрос, и представить, если имеются у них документы. Ну, то есть, либо это свидетельство о смерти, либо это, допустим, без вести пропавший гражданин. Если даже у гражданина нет подтверждающих документов, все равно нужно обратиться в управление, мы тогда зафиксируем, что нет подтверждающих документов и внесем это в базу. К слову сказать, на территории центрального района предположительно может быть более 9 тысяч таких граждан. Предполагается, что будут новые социальные категории, соответственно, если это вносится изменение в краевое законодательство, будут нести за собой, возможно, социальные выплаты. Участники программы «Большие вызовы» приступили к работе в Сириусе. В образовательном центре стартовала 4-я научно-технологическая образовательная программа. За три недели 400 школьников предложат решение актуальных научно-исследовательских задач по 12 направлениям. От искусственного интеллекта, генетики, нано- и космических технологий до биотехнологий, освоения Арктики и Мирового океана. Школьникам предстоит разработать систему безопасности для атомной станции 21 века и оборудование для космических экспериментов на борту МКС. Также у ребят три недели на то, чтобы научить робота поддерживать разговор и выражать эмоции, и создать беспилотник для поиска людей в лесу. Каждая проектная тема прошла специальный отбор. 74 региона, 22 тысячи претендентов. В итоге в Сириус попали 400 старших классников. Конечно, нас волнуют максимально те направления, которые будут развиваться в университете. Это генетические исследования, редактирование, агромедицина, фармацевтика. Все те партнеры, которые, конечно же, видят в наших школьниках, будущих научных сотрудников и руководителей компаний. Цель больших вызовов – включить одаренных школьников в работу с инновационными технологиями под руководством наставников. Они научат в условиях ограниченного времени создавать продукты, интересные для реального производства, с помощью новых, нестандартных подходов и методов. Ко всему прочему, школьникам дают возможность понять не только, как устроена наука, но и как работает бизнес. После завершения программы «Большие вызовы» работа над проектами продолжится. Внедрением результатов займется Сириус. Ну а далее «Большие вызовы» получат развитие уже на университетском уровне. Летом Сириус открывает научно-технологический университет. Ну а пока же участники «Больших вызовов» готовятся к итоговому фестивалю. Свои результаты одаренные школьники представят 24 июля. В центре Сочи пройдет очередная акция по сбору вторсырья. Ее проведут 6 июля с 12 до 16 часов рядом с арт-кафе «Ботхи» на улице Войково, 62 дробь 1. Волонтеры примут на переработку макулатуру, картон, стеклянную тару, полиэтиленовый пакет и фольгу яичной упаковки. Важное условие – вторсырье принимается без загрязнений. Акцию в Сочи в течение двух лет ежемесячно проводит Всероссийская некоммерческая организация «Раздельный сбор». В июле пройдет уже 24 по счету. Организуют все эти мероприятия волонтеры. Собранное вторсырье отправляется на заготовительные базы сочинских предпринимателей. Полный перечень вещей, принимаемых на переработку, можно найти на официальной странице экологического движения ВКонтакте. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok